Уже 7 лет пенсионерка Тамара Москаева без своего социального работника, как без рук. Принести продукты, оплатить коммуналку, отвезти в больницу. Все эти услуги стоят меньше 150 рублей в месяц. Она мне все услуги. Приносит продукты, платит за квартиру, ходит в аптеку, оформляет документы. Я считаю очень услуги, но я без нее, мне деваться некуда просто. Реформа системы призвана увеличить количество социальных работников, ведь их труд нелегок. Так у Любови Камышевой 13 подопечных, и всем нужно уделить время, помочь, а порой и просто поговорить по душам. Ее зарплата, как сотрудника бюджетной организации, составляет 19 тысяч рублей. После перехода в автономную некоммерческую организацию вырасти до 22 тысяч. Ну вот просят помыть полы, это мы все моем. Но на самом деле не столько, сколько делается. Там Арташ Петрович просит меня, посиди, пожалуйста, у меня лишние пять минут. Реорганизация не повлечет за собой изменений для жителей. Стоимость услуг останется прежней, да и центры соцобслуживания сохранят привычные адреса. Новые организации, которые захотят зайти на рынок соцуслуг, будут находиться под строгим контролем Министерства социально-демографической политики. Конечно же будет лучше. Мы очень много работаем над улучшением качества представления социальных услуг, доступности этих услуг. Потому что действительно, если будут новые автономные некоммерческие организации создаваться, это будет конкуренция. Каждый человек будет выбирать для себя ту организацию, которая лучше, качественнее представляет услуги. Реформа началась только 1 июля. Но всех, кого она касается, а их в регионе больше 60 тысяч человек, уже оповестили. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова